Какое преимущество у нее? Вот тебе нужен бухгалтер, тебе нужен какой-то специалист или еще кто-то. Мужчина берет на работу, пусть мужчина или женщина, неважно, ты берешь на работу женщину. У тебя есть 21-летняя пигалица, которая уже получила диплом и пришла. И 45-летняя баба с двумя детьми. Кого ты возьмешь на работу? 45-летнюю, конечно. Во-первых, она уже кого надо родила. Как минимум. Во-вторых, вряд ли она планирует выйти за тебя замуж. Ей просто нужны деньги, она идет работать. Что у нас в-третьих? О, даже нет, опыт у них одинаковый. Условно говоря, нет у них опыта. Или что, 45-летнюю не научить? Ну, понятно, в 21 год, там же хороший мозг, легкий. Да нет, там просто пока нет еще даже. Начнем с этого. Стабильность? У Сака пятилетней стабильности, она будет до пенсии жила. А этого стопудово, блин, она либо забеременеет овца, и тебе опять надо будет что-то платить, либо там у нее будут в голове какие-то, у нее мальчики, где она там захочет выйти замуж за, ну, этого, админа какого-то, админа нового там и тому подобное. То есть от молодой бабы это не проблема. Но все женщины уверены, что преимущество у молодых, конечно. А как я без опыта? Ну, научиться. Нет, возьму только молодую. Нет, нету такого. Ну, а, ну, а, ну, а, ну, а, ну, а! Продолжение следует...